Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Ты, Святая Богородица, спаси нас! Светитель, Отче наш Никола, и моли Бога у нас! Светитель, Отче наш Никола, и моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вениамин, Митрополит Петроградский Полоса изъятия церковной ценностей до Петрограда дошла довольно поздно. В середине марта 1922 года главой Петроградской епархии в то время был митрополит Вениамин. Избрание его из векарных епископов митрополиты состоялось летом 1917 года при Временном правительстве. Это был, кажется, первый случай применения демократического порядка избрания митрополита. Петроградское население огромным большинством, в том числе голосами почти всех рабочих, ватировало за владыку Вениамина. Оно давно его знало и было глубоко привязано к нему за его доброту, доступность и неизменно сердечное и отзывчивое отношение к своей пастве и к нуждам ее отдельных членов. Митрополит Вениамин, уже будучи в этом сане, охотно отправлялся по этому зову для совершения молений и треб самой отдаленной бедной закоулки Петрограда. Рабочий, мастеровой люд зачастую приглашал его для совершения обряда крещения, и он радостно приходил в бедные кварталы, спускался в подвалы, в простой рясе, без всяких внешних признаков своего высокого сана. Приемная его была постоянно переполнена, главным образом простонародьем. Иногда он до позднего вечера выслушивал, обращавшись к нему, никого не отпуская, без благостного совета, без теплого утешения. Забывая о себе, о своем отдыхе, о пище. Митрополит не был, как говорится, блестящим оратором. Проповеди его всегда были чрезвычайно просты, без всяких ораторских приемов, без нарочитой торжественности, но в то же время они были полны какой-то чарующей прелести. Именно незамысловатость и огромная искренность проповедей митрополита делали их доступными для самых широких слоев населения. Которая массами наполняла церковь, когда ожидалось служения митрополита. Даже среди иноверцев и инородцев митрополит пользовался глубокими симпатиями. В этой части населения он имел немало близких личных друзей, которые, несмотря на разницу верований, преклонялись перед чистотой и кротостью его светлой души и шли к нему в минуту тяжкую за советом и духовным утешением. Если в России в это мрачное время был человек абсолютно искренне аполитичным, то это был митрополит Вениамин. Это настроение было в нем не вынужденным, не результатом какой-либо внутренней борьбы и душевных преодолений. Нет, его евангельски простая и возвышенная душа легко и естественно парила над всем временным и условным, над копошащимися где-то внизу политическими страстями и раздорами. Он был необыкновенно чуток бедом, утеснением и переживанием своей паствы, помогая всем, кому мог и как умел. В случае надобности просил, хлопотал. Его благородный дух не видел в этом никакого унижения, ни несогласованности с его высоким саном. Но в то же время всякую политику он неумолимо отметал во всех своих действиях, начинаниях и беседах, даже интимных. Можно сказать, что этот элемент для него просто не существовал. Всякие политические стрелы просто скользили по нему, не вызывая никакой реакции. Казалось, что в этом отношении он весь закован в сталь. Ни страха, ни расчета здесь никакого не было. Это доказало будущее. Митрополит лишь осуществлял на деле то, что в отношении выполнимости кажется, может быть, с большим основанием, почти неразрешимым вопросом. Ивангельское исключение из религиозной жизни всякой политики, то есть в данном случае вопросов об отношении к советской власти, к ее представителям и т.д. С известной точки зрения, может быть, это был недостаток, отврат от жизни. Но такой факт, и тут ничего не поделаешь. Из духовного облика митрополита нельзя выбросить эту черту. Тем более, что она очень характерна для его высшей степени цельной и монолитной психики. Таков был тот, на долю которого выпало в качестве главы Петроградской епархии столкнуться с поступавшей все ближе волной изъятия церковных ценностей, уже помутневшей от пролития крови. Нетрудно было предугадать, зная характер и душу митрополита, как отнесется он к изъятию. В этом вопросе для него не существовало колебаний ни на одну минуту. Самое главное – спасение гибнувших братьев. Если можно хоть немногим, хоть единую душу живую изторнуть из объятия голодной смерти. Все жертвы оправдываются. Митрополит с его детской простотой веры был большим любителем церковного благолепия. Для него, как для самого примитивного верующего, священные предметы были окружены мистическим нимбом, но дальше он не шел. Силой своего проникновенного духа он отбрасывал в сторону все эти настроения и чувствования. В его глазах совершенно невесомые, сравнительно с предстоящей задачей спасения людских масс. В этом отношении он шел дальше патриарха, не встречая никаких препятствий к отдаче даже освященных сосудов и т.п., лишь бы исполнить свой христианский и человеческий долг до самого конца. Но наряду с этим ему представлялось необходимым всячески стремиться к тому, чтобы отдача церковного имущества носила именно характер, вполне добровольной выдачи пожертвования. Ему, несомненно, претила самая процедура изъятия, которой предстояло иметь в виду какого-то сухого, казенного, принудительного акта. Отдача нехотя из-под палки под давлением страха и угроз. Прежде всего, по мысли его, тут было бы явное противоречие истине и справедливости. Он был заранее уверен, или по крайней мере питал надежду, что население горячое и единодушно отзовется на его призыв, что оно пожертвует во славу Божию и во имя долга христианского с радостью все, что только можно. Для чего же прибегать хотя бы только внешним образом к насилию, ненужному и оскорбительному для населения, в творимом им святом деле? Другая вызываемая давлением обстоятельств необходимая предпосылка к пожертвованию церковных ценностей должна была, по его мнению, заключаться в народном контроле над расходованием всего пожертвованного. В основе всех происшедших до петроградских изъятий бунтов было не нежелание спасти какой бы то ни было ценой погибающих от голода людей, но глубокое недоверие к ненавистной власти. Население заранее было убеждено, что вторгаясь грубейшим образом в сферу интимнейших чувств верующих, отнимая у них то, что украшало храмы и богослужения, большевики в то же время ни единого гроша из отнятого не передадут по объявленному назначению. Удивляться такому хотя бы и утрированному недоверию не приходится, власть его вполне заслужила. На этой почве могли возникнуть протесты и эксцессы, и в Петрограде, а следовательно, и неизбежные кровавые расправы. Предвидение этой митрополит считал весьма целесообразным введением в контроль представителей от верующих. Существовало, кроме того, для митрополита еще одно препятствие к исполнению требований власти в той резкой форме, в какой они предъявлялись. Препятствие, которое при известной постановке дела для него было непреодолимым. Благословить насильственное изъятие церковных предметов он не мог, ибо считал такое насилие кощунством. Если бы власть настаивала на принудительном характере изъятия, то ему оставалось бы лишь отойти в сторону, не скрывая своих воззрений, как православная иерархия на насилие в данном случае. Это вряд ли содействовало бы умиротворению умов, как бы в то же время митрополит не настаивал на необходимости пассивного, спокойного отношения к распоряжению власти, а он это неоднократно говорил, проповедовал и стиркулярно сообщал подчиненным ему лицам. Впрочем, даже благословение митрополитам насильственного изъятия не изменило бы положение. В результате получилось бы только потеря митрополитам всего своего духовного авторитета и, следовательно, предоставление полного произвола стихийному негодованию верующих масс. Иное дело благословить пожертвование. Делая это, он только исполнил бы свой прямой пастырский долг. Суть тут не в формальных нюансах. Большая разница была по существу. При согласии власти на пожертвования и на контроль отпадало основание к недоверию со стороны масс. И на первый план выступало возвышенное стремление помочь голодающим. Тогда народ радостно, как предполагал митрополит, отзовется на призыв своего духовного водителя. Тогда его пастырский голос будет действительно авторитетным и все совершится мирно и благополучно. Все это было, конечно, не столько требованиями или условиями. Митрополит отлично понимал, что ни о какой борьбе и речи быть не может. Сколько пожеланиями, в осуществимость которых он верил. Тем более, что считал это выгодным и для власти, которая, как представлялась ему неискушенному политикой уму, должна была стремиться к безболезненному проведению и изъятию. Ведь что изъятие, что пожертвование рассуждало, по существу одно и то же. Власть получит все то, что ей нужно. А между тем, от того или иного внешнего подхода к этому вопросу зависело мирное или кровавое разрешение такового. Несомненно, что ко всему указанному выше у митрополита примешивались еще мечты, свойственные его идеалистическому настроению. Суровая действительность не мешала ему грезить о предстоящем чудном зрелище. Ему представлялся всенародный жертвенный подвиг во всей его неописуемой внешней и внутренней красоте. Ярко освященные храмы, переполненные молящимися, огромный общий душевный подъем, трогательное умиление на всех лицах в сознании величия совершаемого. Церковь в лице верных детей своих, предводимой духовенством. Радостно отдающая все для спасения братьев, приемлющая с готовностью внешнюю нищету ради духовного обогащения. В результате не одоление церкви, а наоборот неожиданная ее победа. Если такие мечтания представляли тоже своего рода политику, то надо признать такую, которая, конечно, ничего общего с политикой земной не имела. Все эти прекрасные грезы были, увы, безжалостно и вскоре растоптаны грядущими событиями. Петроградский совет, по-видимому, недостаточно был посвящен в глубокие политические расчеты Московского центра. Петроградская власть искренне считала, что единственная цель декретов об изъятии – это получение в свое распоряжение церковных ценностей. Поэтому Петроградский совет вначале в этом вопросе держался примирительной политике. Он находил нужным, не отступая по существу от декретов, стараясь провести их жизнь, по возможности в форме, не вызывающей осложнений. Совет учитывал известное ему настроение массы. Опасаясь эксцессов, он, казалось, льстил себе надеждой отличиться мирным выполнением декретов и ради этого готов был пойти на некоторый компромисс. Члены комиссии Помгола помощи голодающим при Петроградском совете начали кампании по изъятию с неоднократных визитов в правление общества православных приходов. Придавая этому учреждению большое значение, весьма преувеличенное, в смысле влияния на верующие массы, члены Помгола стремились, сообща с правлением, выработать такой порядок отдачи ценностей, который был бы наиболее приемлемым для этих масс. Со своей стороны правление, оказавшееся неожиданно для самого себя в роли посредника между населением и властью, проявило весьма большую уступчивость. Оно еще более, чем члены Помгола, боялось стихийных беспорядков и кровавых осложнений. Смягчить, насколько удастся форму изъятия, не затрагивать по возможности религиозных чувств населения. К этому сводились в сущности все пожелания правления. И в этом отношении, вначале, оно встретило известный отклик. В среде Помгола митрополит находился в курсе переговоров. Наконец, 5 марта 1922 года митрополит получил официальное приглашение пожаловать на завтра в Помгол для участия в выработке порядка исполнения декретов о церковных ценностях. 6 марта митрополит явился в Смольный в сопровождении нескольких лиц, в числе которых находился бывший престижной поверенный и юрист-концульт Лавры Иван Михайлович Ковшагов, впоследствии убитый вместе с митрополитом. Владыка представил комиссии Помгола собственноручно им написанное и подписанное заявление. В этой бумаге, изложенной в виде в весьма корректном тоне, указывалось на то, что церковь готова пожертвовать для спасения голодающих все свое достояние. Что для успокоения верующих необходимо, однако, чтобы они сознавали жертвенный, добровольный характер этого акта. Что для той же цели нужно, чтобы в контроле над расходованием церковных ценностей участвовали представители от верующих. В конце своего заявления Владыка указывал, что если подчаяние изъятия будет носить насильственный характер, то он благословить на это свою пасту не может. Наоборот, по пастырскому своему долгу он должен будет осудить всякое активное содействие к такому изъятию. При этом митрополит ссылается на тут же процитированные им каноны. Митрополит встретил в Помголе, как это удостоверяется, и в обвинительном акте самый благожелательный прием. Выставленные им предложения даже не обсуждались детально, до такой степени они казались явно приемлемыми. Общее настроение было настолько светлым, что митрополит встал, благословил всех и со слезами сказал, что если так, то он собственными руками снимет ризу с образа казанской богоматери и отдаст ее на голодающих братьев. На другой и на третий день в разных газетах, в том числе московских известиях, появились сообщения о состоявшемся соглашении. Газетные заметки были составлены в то неблагоприятном для митрополита и вообще для петроградского духовенства, которое, дескать, обнаружило искреннее желание выполнить свой гражданский долг и так далее. Но, увы, вся эта иллюзия соглашения оказалась весьма быстротечной. Московский центр, по-видимому, остался недоволен Петроградским советом, не уразумевшим истинных целей похода пролетариата на церковные ценности. Перспектива изъятия по добровольному соглашению с духовенством, пожалуй, увеличила бы престиж последнего, что вовсе не улыбалось московским политикам. Не соглашение, а раскол, не примирение, а война. Таков был лозунг, о котором не догадался недальновидный Петроградский Помгол. Надо думать, что Петроградскому совету было сделано соответствующее разъяснение или внушение. И когда уполномоченные митрополита явились, как было условно, через несколько дней в Помгол, чтобы поговорить о некоторых деталях соглашения, то они встретили уже другое настроение и даже других представителей Помгола. Посланству митрополита было весьма сухо объявлено, что ни о каких пожертвованиях, ни о каком участии представителей верующих в контроле не может быть и речи. Церковные ценности будут изъяты в формальном порядке. Остается условиться лишь одни и части, когда духовенство должно будет сдать власти, принадлежащие государству, имуществу. Но представители митрополита заявили, что они неуполномочены на этой почве вести переговоры и удалились. Легко понять, как глубоко был потрясен митрополит докладом своих представителей, было ясно, что все его планы и надежды рушились. Однако он не мог так легко расстаться с тем, что уже считал достигнутым. Он отправил в Помгол вторичное письменное заявление, в котором ссылался на состоявшееся уже соглашение, и вновь перечислил свои предложения, настаивая на них и указывая, что вне этого порядка действий он не видит возможности не только способствовать умиротворению масс, но даже благословить верующих на какое-либо содействие и изъятие. На это заявление никакого ответа не последовало. Всякие переговоры были прекращены. Чувствовалось приближение какой-то грозы. Между тем, кое-где в Петрограде уже начались описи и изъятия, по преимуществу в небольших церквах. Особо острых столкновений, однако, не было. Вокруг церквей собирались обыкновенно толпу народа. Они негодовали, роптали, кричали по адресу членов комиссии советских. И изменников, священников, бранные слова изредка имели место оскорблений действием. Наносили побои агентам милиции, бросали их камнями в членов комиссии. Но все-таки ничего особенного, серьезного не случилось. Самые возмущения не выходили за пределы обычных нарушений общественной тишины и порядка, которые в прежнее время были бы подсудны мировому суду. В данном случае власти тоже, по-видимому, не думали пока о муссировании этих событий. Составлялись протоколы, которые направлялись по подсудности в народные суды и этим ограничивалось. Но в ближайшие дни предстояло изъятие ценностей из главнейших храмов. Многое заставляло думать, что тут не обойдется так благополучно. Власти подготавляли какие-то особые меры. Население глухо волновалось. В эти же дни произошли события, оказавшие решительное и неожиданное влияние не только на изъятие ценностей на судьбу митрополита, но и на положение всей русской церкви. События эти послужили тем зародышем, из которого в ближайшие недели выросла так называемая «живая церковь». И дни никто еще не предвидел возникновения раскола среди духовенства. Наблюдались, конечно, разногласия. Чувствовалось, что среди духовенства есть элементы авантюрного характера, склонные передаться на сторону власти. Но они казались слабыми и невлиятельными, что серьезного значения им не придавали. Наоборот казалось, что преследования со стороны власти объединили духовенство, и что отдельные выступления каких бы то ни было групп немыслимы. Да и повода к этому не было. Духовенство держало себя пассивно, если угодно, даже лояльно. Для раскола нужен был, если не повод, то предлог, и при том демагогического характера. Этот предлог был найден. Не без усиленного подстрекательства, разумеется, со стороны большевиков. Наступившая заминка после сорванного соглашения по вопросу об изъятии давала возможность фрондирующей недовольной части духовенства выступить под флагом необходимости в безотлагательной помощи голодающим. 24 марта 1922 года в Петроградской правде появилось письмо за подписи 12 лиц, среди которых мы находим большую часть будущих столпов живой церкви, священников Красницкого, Веденского, Белкова, Боярского и других. Авторы письма решительно отмежевывались от прочего духовенства, укоряли его в контрреволюционности, в игре в политику в народном голоде, требовали немедленной безусловной отдачи советской власти всех церковных ценностей и т.д. Надо, однако, сказать, что, несмотря на вызывающий тон письма, авторы его не могли не признать, такова была сила правды, что следовал бы все-таки во избежание оскорбления религиозных чувств православного населения, чтобы в контроле участвовали представители верующих. Нужно также заметить, что в числе подписавших были лица просто недальновидные, увлеченные своими товарищами-политиканами и впоследствии глубоко раскаившиеся в подписании означенного письма. Власть торжествовала. Раскол был налицо, нужно было только всячески его раздувать и углублять, а на это большевики-мастера. Петроградское духовенство было невероятно поражено и возмущено письмом 12, в котором оно совершенно основательно усматривало все признаки политического доноса. На состоявшемся многолюдном собрании духовенства авторам письма пришлось выдержать жестокий натиск. Главным защитником выступления 12 был Веденский, произнесший речь чрезвычайно наглую и угрожающую. Ясно было, что он уже чувствует за собой могущественную заручку и на нее уповает. Митрополит со свойственной ему кротостью прекратил эту угнетающую сцену и постарался утишить разбушевавшиеся страсти. Для него самого главное сводилось к тому, чтобы предотвратить кровавые столкновения между верующими и агентами власти. Медлить нельзя было. Положение становилось все более напряженным. Было решено вступить в новые переговоры с властью. И по настоянию митрополита задача была возложена на Веденского и Боярского, как на лиц, перешедших на положение благоприятствуемых властью. Последствия оправдали этот выбор. Новые посланцы быстро уладили дело. Между митрополитом и Петроградским советом состоялось формальное соглашение, изложенное в ряде пунктов и напечатанных в правде в начале апреля. Кое-каких уступок от власти все-таки удалось забиться. Самое существенное было то, что верующим предоставлялось заменять подлежащие изъятия церковной предметы другим равноценным имуществом. Митрополит, со своей стороны, обязался обратиться к верующим с соответствующим воззванием, которое и было напечатано в том же номере газеты. В этом воззвании владыка, не отступая от своей принципиальной точки зрения, умолял верующих не сопротивляться даже в случае применения насильственного способа изъятия и подчиниться силе. Казалось бы, с этого момента все споры и недоразумения на этой почве между духовенством и властью следовало считать законченными. Изъятие продолжалось с большой интенсивностью. Серьезных препятствий действия власти по-прежнему не встречали, если не считать отдельных случаев народных скоплений, оскорблений агентов власти и тому подобных сравнительных мелочей. В конце концов, изъятие было произведено всюду с таким успехом, что сам глава местной милиции вынужден был констатировать в официальном донесении блестящее и сравнительно вполне спокойное проведение кампании. Само собой разумеется, что это донесение было сделано тогда, когда возбуждение дела против митрополита еще не предвиделось. Но грянул гром с совершенно другой стороны. Веденский, Белков, Краснинский, выдвинувшиеся скоро вперед, как фактические глава и организатор живоцерковного движения, и же с ними не могли и не желали останавливаться на сделанном им шаге. Благодаря содействию и подстрекательству советской власти перед ними открывалась новая грандиозная перспектива захватить в свои руки церковную власть и пользоваться ею, по своему усмотрению, под крылышком благосклонного большевистского правительства. В начале мая в Петрограде разнеслась весть о церковном перевороте, произведенном означенной группой, об устранении патриарха Тихона от власти и т.д. Точных сведений еще никто, впрочем, не имел. Веденский, явившийся после переворота из Москвы в Петроград к митрополиту, заявил ему о образовании нового верховно-церковного управления и о назначении его введенского делегатом от этого управления по Петроградской епархии. В ответ на это со стороны митрополита последовал шаг, который, вероятно, никто не ожидал, памятая удивительную душевную мягкость и кротость владыки. Но всему есть пределы. Митрополит мог проявить величайшую уступчивость, пока речь шла только о церковных ценностях. Цель изъятия и, с другой стороны, опасность, угрожавшая верующим, оправдывали такую линию поведения. Теперь лицом к лицу с одним из узурпаторов церковной власти митрополит не только разумом, но всем инстинктом искренне и глубоко верующего христианина, сразу понял, что дело идет уже не об освященных сосудах. Волна мятежа подступает уже к самой церкви. В этот роковой момент он осознал свою огромную ответственность и властно заявил Веденскому «Нет, на это я не пойду». Но митрополит этим не ограничился. На другой же день состоялось постановление владыки, по смыслу которого в Веденске был объявлен находящимся вне православной церкви с указанием всех мотивов этого постановления. Впрочем, Кротес владыке сказалось и тут. В постановлении был указан его временный характер. Пока Веденский не признает своего заблуждения и не откажется от него. Постановление, напечатанное немедленно в советских газетах, вызвало изумление и ярость со стороны большевиков. С первой минуты озлобления было так велико, что большевики совсем забыли о неоднократно провозглашенном ими принципе невмешательства в церковную жизнь. Заголоски газет запестрели истерическими аншлагами вроде того, что митрополит Вениамин осмелился отлучить от церкви священника Веденского. Месть пролетариата тяжело обрушился на голову митрополита. Обрушится. Нечего и говорить, что все эти бешеные выклики выдавали окончательное, официально закулисное доселе участия большевиков в живоцерковной интриге, о чем, впрочем, все и без того догадывались. Однако после бешеных атак первых дней наступило некоторое раздумье. Обаяние митрополита среди верующих было очень велико. Отлучение Веденского не могло не произвести на них огромного впечатления. Физически уничтожить митрополита было нетрудно. Но возвещенное им постановление пережило бы его и могло создать серьезные последствия, угрожавшие в зародыше раздавить новую революционную церковь. Решили поэтому испробовать другой путь – путь угроз и компромиссов. Через несколько дней после отлучения к митрополиту явился в Веденске в сопровождении бывшего председателя Петроградского ЧК и затем Петроградского комитета Бакаева, который с этой должности совмещал должность чего-то вроде оберпрокурора, привнос в образовавшемся революционном и партийальном управлении. В Веденске и Бакаев предъявили митрополиту ультиматум. Либо он отменит свое постановление о Веденском, либо против него и ряда духовных лиц. Будет на почве изъятия церковных ценностей создан процесс, в результате которого погибнут и он, и наиболее близкие ему лица. Митрополит спокойно выслушал предложение и ответил немедленным и категорическим отказом. В Веденске и Бакаев удалились, осыпав с митрополита рядом яростных угроз. Митрополит ясно понимал, что эти угрозы не тщетны, и что с того момента, как он встал поперек дороги власти в ее начинаниях по поводу образования революционной церкви, он обречен на смерть. Но сойти с избранного им пути он не мог и не желал. Причувствуя, что через короткое время ему придется вступить на свой многострадальный путь, он приготовился к ожидавшей его участи, отдал наиболее важное распоряжение по епархии, повидался со своими друзьями и простился с ними. Предчувствия не обманули митрополита. Через несколько дней, вернувшись от кота в лавру, он заставил у себя гостей, следователь, многочисленных агентов, чеки и стражу. У него произвели долгий, тщательный и понятно безрезультатный обыск. Затем ему было объявлено, что против него и других лиц возбуждено дело о сопротивлении и изъятии церковных ценностей, и что он будет находиться под домашним арестом. Этот льготный арест продолжался недолго, второго два или три дня, по истечении которых митрополита увезли в дом предварительного заключения, где он находился все дальнейшее время до своей мученической кончины. Дело покатилось по заранее уготовленным рельсам советского правосудия. Кроме митрополита к делу привлечены были большинство членов правления общества православных приходов, настоятели некоторых церквей, члены разных причстов и просто люди, попавшиеся во время уличных беспорядков при изъятии ценностей, всего 86 человек, большинство которых было посажено под стражу. Этот монстр-процесс возбудил огромное волнение в городе. Много сотен лиц, семьи обвиняемых и их друзья стали судорожно метаться по всему городу хлопача об освобождении заключенных и спеша запастись защитниками. Набежало в первую очередь разрешить крайне важный вопрос о защите самого митрополита, существовавшая тогда еще и легальная организация Красного Креста, имевшая цель помогать политическим заключенным. И разные другие общественные кружки и организации считали желательным, чтобы защиту митрополита взял на себя бывший, присяжный, поверенный Я.С. Гурович, который с момента прихода большевиков к власти оставил адвокатуру и никогда в советских судах не выступал. Было ясно, тем не менее, что такое отношение Гуровича к советской ястиции не могло быть применено к данному делу, ввиду его крупного исторического значения для русской церкви и страны. Так смотрел на этот вопрос и сам Гурович, просивший, однако, обсудить другое тактическое препятствие, вытекавшее из его еврейского происхождения. Защита митрополита, несомненно, весьма тяжелая и ответственная задача. В таком деле и при такой обстановке возможны со стороны защиты, промахи и неудачи, от которых никто не застрахован. Но если они постигнут чисто русского человека, никто его в них не упрекнет. Тогда как еврей-защитник при всей его добросовестности может сделать совмещение для нападок со стороны групп и лиц, антисемитически настроенных. Все эти переговоры и сомнения были разрешены неожиданно быстро тем, что сам митрополит обратился из своего заточения к Гуровичу с просьбой взять в свои руки его защиту, не колеблясь и не сомневаясь, ибо он, владыка, ему безусловно доверяет. Все вопросы были исчерпаны этим заявлением, и Гурович немедленно принял на себя защиту. Дело началось в субботу, 10 июня 1922 года. Заседание Петроградского революционного трибунала происходило в Заре Филармонии, бывшем дворянском собрании, на углу Михайловской и Итальянской улиц. В этот день с раннего утра густая толпа народа запрудила Михайловскую и Итальянскую улицы, а также прилегавшую к последней части Невского проспекта. Несколько десятков тысяч человек стояли здесь в течение ряда часов в ожидании доставления подсудимых, в особенности же митрополиты, трибунал. Стояли недвижимо в благоговейной тишине. Милиция не решалась разогнать это странное молчаливое сборище. Слишком уже оно импонировало. Наконец показалась карета, в которой везли митрополита под эскортом конных стражников. Толпа загудела, почти все опустились на колени и запели «Спаси, Господи, люди Твоя!». Митрополит благословлял народ из окна кареты. Почти у всех на глазах были слезы. Прежде чем приступить к краткому изложению самого процесса, мы считаем не лишним охарактеризовать главных действующих лиц в нем. Характеристики митрополита нами уже дана. Каким он был на митрополитии кафедры, таким сел и на роковую скамью большевистского суда. Простой, спокойный и благостный. Само собой понятно, что он был центром всего громадного процесса. На нем сосредотачивалось все внимание и врагов, и обожавшие его верующие массы, заполнявшие, поскольку ее допускали, зал, заседания и прочие публики. Не верующие или инаковерующие, но относившиеся, в общем, в течение всего процесса к митрополиты с исключительным сочувствием, как к явно и заранее обреченной жертве большевиков. Из этого числа мы исключаем тех посетителей, в кавычках, красноармейцев, представителей завкомов и коммунистических ячеек, которые направлялись предусмотрительно властью в большом количестве по нарядам в трибунал для того, чтобы создать соответствующие видам власти настроения. Другая замечательная личность в процессе, вслед за митрополитом, обращавшая на себя значительное внимание, это архимандрит Сергий, в мире бывший член Государственной Думы, В.П. Шейн. Большое сходство и в то же время яркий контраст с митрополитом. Сходство в глубокой вере и готовности за нее пострадать. Разница в характерах и в темпераментах. Митрополит не боялся смерти. Он и не искал ее. Он спокойно шел навстречу, ожидавшей его участи, отдавшись на волю Божию. Отец Сергий как бы желал пострадать за веру. Отсюда его пламенные вдохновенные речи на суде, отличавшиеся от спокойных и сжатых объяснений и ответов владыки на суде. Старый политический боец чувствовался еще в отце Сергии. Нечто бесконечно возвышавшееся над политикой проницало всю личность митрополита. Мученик первых веков христианства в мучениях, радостно торжествующий над изумленными палачами. И благостный, спокойный, живущий вдали от мира, весь созерцание и молитве, святой отшельник той же эпохи. Воплощением таких двух образов седой старины казались отец Сергий и митрополит. Председатель правления Общества Объединенных Петроградских Православных Приходов, профессор Петроградского Университета Ю.Л.Новицкий, спокойный, ясный и твердый в своих объяснениях, и бывший присяжный поверенный И.М. Ковшаров, заранее покорившийся своей участи, смело глядевший в лицо своим «судьям» и не скупившимся на полные горького сарказма выпады. Таковы остальные две жертвы из тех четырех, которые были обречены на смерть ради вязчего торжества советской власти и укрепления на рождавшейся живой церкви. Кроме митрополита были привлечены к делу епископ Венедикт, настоятели почти всех главных Петроградских соборов, профессора Духовной Академии, Богословского Института и Университета, студенты и т.д. Остальная, большая часть подсудимых, состояла из людей разного чина и звания, более или менее случайно захваченных неводом милицией при уличных беспорядках во время изъятий. Тут были женщины, старики и подростки, был какой-то карлик с пронзительным голосом, вносивший комическую ноту в тяжелое переживание процесса. Была фельдшерица, обвинявшаяся в контрреволюционной истерике, которой она впала, находясь в церкви во время нашествия Советской комиссии. Был даже какой-то перст, чистильщик сапог, магометанин, не понимавший, как оказалось по-русски, все же привлеченный за сопротивление изъятия церковных ценностей и т.д. Словом, эта часть подсудимых представляла собой обыкновенный, весьма случайный по составу осколок пестрой уличной толпы. Очевидно было, что никто и не думал делать сколько-нибудь тщательный отбор подсудимых. Некогда было. Зал заседания огромен, он вмещает, считая с хорами, около 2,5-3 тысяч человек. И тем не менее, во время процесса он всегда был переполнен. Можно сказать, что за несколько недель разбора дела значительная часть петроградского населения прошла через этот зал. Ничто не останавливало притока публики. Неутомительная по час монотонность судебного следствия, не облава, устроенная на второй же день процесса перед зданием филармонии, и захватившая несколько сот человек из публики, ожидавшей открытия заседания, которые оставались арестованными вплоть до самого окончания дела. Не, наконец, риски и опасности, ожидавшие публику в самом зале. Здесь неоднократно производились аресты лиц, якобы манифестировавших в пользу подсудимых. Демонстрации в пользу обвинения встречались, понятно, очень благосклонно. Хозяемы в зале были, собственно, командированные посетители. Их всегда было очень много. Остальная публика сидела обыкновенно молчаливая, приниженная, только тоскливыми лицами, да не всегда сдерживаемыми слезами, выдавая свое глубокое, затаенное волнение. — Введите подсудимых! — распорядился председатель. Среди мертвой тишины и самого отдаленного угла зала показалась процессия. Впереди шел митрополит в своем облачении с посохом в руке. За ними пископ Венедикт. Далее прочие духовные лица, а за ними остальные подсудимые. Публика, завидев митрополита, встала. Митрополит благословил присутствовавших и сел. Начался бесконечно утомительный формальный опрос подсудимых, имена, фамилии, возраст, судимость и т.д., занявший весь день. К чтению обвинительного акта было преступлено лишь в понедельник, 12 июня. Каким образом большевики создали обвинения против митрополита и других обвиняемых? Очень просто. В их распоряжении были десятки отдельных производств, возникших по поводу отдельных же эпизодов, имевших место при изъятии ценностей в разных петроградских церквах и в различное время. По возникновении надобности создания данного дела все эти производства сшили в единое целое, в переплетенном смысле. И все события в них изложенные были объявлены результатом злонамеренного подстрекательства со стороны преступного общества, состоявшего из митрополита и других лиц, главным образом членов правления общества петроградских православных приходов. Обвинительной формулой митрополиту вменялось в вину то, что он вступил в сношение переговоров с советской властью в Петрограде, имевшее целью добиться аннулирования или смягчения декретов об изъятии церковных ценностей, что он и его сообщники находились при этом в сговоре со всемирной буржуазией, и что как средство для возбуждения верующих против советской власти те же обвиняемые избрали распространение среди населения копий заявлений, указанных выше митрополита в комиссии Помгола. Эта формулировка сама за себя говорит. Достаточно обратить внимание на то, что объявляется преступным фактом вступления в переговоры с советской властью, переговоры, к тому же возникшие по ее же инициативе и закончившиеся соглашением. По оглашению обвинительного акта трибунал перешел к допросу подсудимых по существу предъявленного к ним обвинения. Первым был подвергнут допросу митрополит. В течение ряда часов 12 и 13 июня обвинители и судьи осыпали его вопросами, на которые он абсолютно не волнуясь и ни на миг не теряясь, давал своим ясным, спокойным голосом короткие, категорические, исчерпывающие и не допускающие разнотолкования ответы. Допрос митрополита велся главным образом в трех направлениях. В отношении митрополита к постановлениям Карловацкого собора. Об этих постановлениях вообще говорилось в процессе очень много, едва ли не больше, чем о самом изъятии. Об отношении митрополита к декретам об изъятии церковных ценностей. И об упомянутых выше двух заявлениях митрополита в Помгол. По первому вопросу митрополит ответил, что постановления Карловацкого собора ему неизвестны, ни официально, ни приватно. По второму вопросу митрополит заявил, что он считал и считает необходимым отдать все церковные ценности для спасения голодающих. Но он не мог и не может благословить такой способ изъятия ценностей, который с точки зрения всякого христианина является очевидным кощунством. Но центр тяжести в отношении личной ответственности митрополита заключался в третьем вопросе. От него домогались неустанно указания путем разнообразнейших и коварнейших вопросов. Кто в действительности был вдохновителем или редактором заявлений, поданных в Помгол? Ему весьма прозрачно внушалось, что назови он редакторов или даже отрекись только от содержания своих заявлений, и он будет спасен. Мы склонны думать, что эти соблазнительные внушения были в известной степени искренними. Большевики от них не стремились во что бы то ни стало убить митрополита. Они даже, наверное, предпочли бы уничтожить его морально. Митрополит, расстрелянный за стойкость своих убеждений, это имело бы свои неудобства. Наоборот, митрополит, раскаившийся, приведенный к повиновению, униженный, морально развенчанный и милостиво пощаженный. Такой результат был бы гораздо заманчивее и для советской власти, и тем паче для стоявшей за ее спиной в этом деле живой церкви. Это было настолько очевидно, что и участники процесса, и даже публика как-то особенно настораживались каждый раз, когда митрополиту предлагались вопросы по этому предмету. Что советская власть ведет здесь игру на жизнь или смерть, это сквозило и в тоне, и в редакции вопросов. Но, увы, в этой игре у советской власти не оказалось партнера. Митрополит как бы не замечал протягиваемых ему спасительных кругов, и, глядя прямо в лицо трибуналу, твердо и неизменно отвечал, «Я один, совершенно самостоятельно обдумал, написал и отправил свои заявления». Да, впрочем, я и не потерпел бы ничьего вмешательства в решении таких вопросов, которые подлежали исключительно моему ведению, как архипасторе. При этих ответах в голосе митрополита замечали даже некоторый оттенок властности, вообще ему совершенно несвойственный. После этого для него лично все было кончено. Предчувствовавшая ему участь, окончательно определилась. Всем присутствующим было ясно величие души этого человека, который своей монашеской рясой, своим собственным телом закрыл от большевиков своих товарищей по несчастью. Митрополиту было объявлено, что допрос его окончен. С тем же невозмутимым спокойствием, со светлой улыбкой на устах митрополит среди вздохов и сдержанных рыданий в публике возвратился на свое место. Нужно отметить, что один лишь обвинитель Смирнов пробовал в начале допроса держаться свойственного ему издевательского тона в отношении митрополита. Со стороны защитника Гуровича не замедлил, однако, последовать резкий протест по этому поводу. Защитник заявил из Смирновой трибунала, что каковы бы ни были их личные верования и убеждения, никто не имеет права так третировать человека, которому питает благоговейное уважение все население Петрограда. Мы знаем, что вы можете расстрелять митрополита, сказал защитник, но вы не можете ни оскорблять митрополита, ни допускать этих оскорблений. И всякий раз, как это случится, защита будет неустанно протестовать. Протест защиты был поддержан аплодисментами публики. Председатель трибунала грубо оборвал публику, но очевидно, какие-то закулисные меры, внушения были кем-то, власть имеющим, приняты в отношении Смирнова. По крайней мере, последний в дальнейшем допросе владыки держал уже себя со старой формы сравнительно прилично. Неизгладимое впечатление оставил та же допрос архимандрита Сергия. Звучным, решительным голосом отвечал он насыпавшиеся на него, как из рога изобилия, вопросы. Он не позволял допросчикам злоупотреблять своим положением. Система допроса в советском суде заключается, между прочим, в том, чтобы по одному и тому же предмету предлагать бесконечно повторявшиеся вопросы, слегка варьируя форму их. Грубый прием рассчитанный на то, чтобы легче сбить допрашиваемого. Отец Сергий неумело пресекал эти попытки, заявляя резко и определенно, я уже на этот вопрос ответил и повторять свои ответы не желаю. Он не допускал со стороны трибунала и обвинителя обычного издевательского тона в отношении допрашиваемого. Так Смирнов, поставив сначала отцу Сергию ряд вопросов о его происхождении, воспитании и прошлой деятельности, обратился к нему напоследок с вопросом, как же вы оказались в монахах по убеждению. Отец Сергий выпрямился во весь свой высокий рост, оглядел Смирнова с ног до головы уничтожающим взглядом и бросил ему в ответ. — Послушайте, вы! Вы, по-видимому, не понимаете оскорбительности вашего вопроса. Я вам отвечать не буду. Архимандрит Сергий был привлечен к делу в качестве одного из товарищей, председателя злополучного общества Петроградских православных приходов. Он отрицал это, вполне соответствовал действительности утверждения, будто бы правление занималось политикой. Лично же себя объявлять совершенно солидарным объявлял с митрополитом. Председатель того же правления профессор Ю.П. Новицкий в своих объяснениях подробно характеризовал деятельность правления, доказав рядом неопровержимых данных, что деятельность эта вращалась исключительно в круге вопросов церковно-приходского быта. Бывший юрис-консульт Лавры И.М. Ковшаров в первые же минуты процесса, ясно предвидевший его неизбежный финал, давал на поставленные ему вопросы хладнокровные, меткие по смыслу и часто едкие по форме ответы. Не будем подробно говорить о поведении остальных подсудимых, надо думать и поныне здравствующих в Советской России. Но во время допроса их, достаточно сказать, что духовенство и вообще интеллигентская часть подсудимых, в общем держали себя спокойно, без того панического заискивания, которое часто наблюдается со стороны обвиняемых в советских трибуналах. Случаев оговоров или инсинуаций по адресу других лиц в цели смягчиться и собственной ответственности не было. Многие держали себя с большим достоинством, некоторые героически, открыто исповедуя свою солидарность, с точкой зрения митрополита. Допрос подсудимых, продолжавшийся без малого две недели, наконец окончен. Трибунал переходит к допросу свидетелей. Главнейший и интереснейший из них – Веденский. Более судеб не мог быть допрошен. На второй же день процесса при выходе из зала заседания на улицу какая-то пожилая женщина швырнула в Веденского камнем, чем причинила ему поранение головы. Была ли эта рана действительно серьезно или же Веденский использовал этот случай, чтобы уклониться от дачи в трибунале свидетельского показания, решить трудно. Во всяком случае, Веденский по болезни больше в трибунал не являлся. Обвинение заменило его другим, равноценным в кавычках свидетелем – Красницким. Первым допрашивался член Помгола, он же ректор университета имени Зиновьева, Канадчиков. Этот ученый, в кавычках, по провержению всего, что было признано даже в обвинительном акте, заявил совершенно неожиданно, что Помгол никогда ни на какие переговоры и компромиссы не шел, и что предложения митрополита, формулированные в его заявлениях, были с самого начала отвергнуты. Когда же защитник Гурович предъявил ему его собственное предшествующее показание, прямо обратное по содержанию тому, что свидетель только что заявил, Канадчиков, не смущаясь, объяснил, что у него странно устроена память. Он свидетель – человек схематических построений, а отдельных же фактов он никогда не помнит. Это оригинальное заявление по требованию защитника вносится целиком в протокол заседания. Затем в зал был введен свидетель Красницкий, высокий, худой, лысый, с бледным лицом, с тонкими бескровными губами, еще не старый человек, лет 40-45, в священнической рясе, решительными шагами, с вызывающим видом, подошел к своему месту и начал свое «показание» в кавычках. И с каждым словом, с каждым звуком этого мерного, спокойного, резкометаллического голоса над головами подсудимых все более сгущалась смертная тьма. Роль свидетеля была ясна. Это был очевидный судебный убийца, имевший в своей задаче заполнить злостными инсинуациями и заведомо ложными обобщениями ту пустоту, которая изъяла в деле на месте доказательств. И надо сказать, что эту свою роль свидетель выполнил чрезвычайно старательно. Слова, исходившие из его змеевидных уст, были настоящей петлей, которую этот человек в рясе и с наперстным крестом поочередно набрасывал на шею каждого из подсудимых. Ложь, сплетни, безответственные, но ядовитые характеристики обвинения в контрреволюционных замыслах. Все это было пущено в ход столпом живой церкви. Фигуры сленотрибунала и самых обвинителей померкли на время перед Красницким. Тогда же их превосходил он в своем стремлении погубить подсудимых. Какое-то перевоплощение Иуды. Как-то жутко и душно становилось в зале. Все до трибунала обвинители включительно опустили головы. Всем было не по себе. Наконец эта своего рода пытка окончилась. Красницкий сказал все, что считал нужным. Ни трибунал, ни обвинители, редкий случай, не поставили ему ни одного вопроса. Всем хотелось поскорее избавиться от присутствия этой кошмарной фигуры. Свободнее вздохнуть. Ну а раздался голос защитника Гуровича. Я желаю предложить несколько вопросов свидетелю Красницкому. Вооружившись типой газет, оказавшихся епархиальными ведомостями за 1917 и 1918 годы, защитник спросил Красницкого, он ли является автором многих статей, напечатанных тогда в епархиальных ведомостях за подписью Красницкого и призывавших к возмущению против большевиков, чуть ли не к истреблению их. Красницкий признал себя автором этих статей и собирался уже дать какие-то объяснения по поводу своей политической метаморфозы, но был прерван председателем, нашедшим немного поздно, что все это не имеет отношения к делу. Тем не менее, защите удавалось еще раз осветить с той же стороны личность Красницкого, Воспользовавшись тем, что он очень много распространялся о контрреволюционной кадетской партии, обвиняя чуть ли не все петроградское духовенство в кадетизме, защита предложила свидетелю вопрос, в чем же, по его мнению, сущность политической программы кадетов? Ведь вы разбираетесь в политических программах, вы сами ведь принадлежали к одной партии? Вы, кажется, состояли членом русского собрания. Да. Не вы ли в декабре 1913 года читали в этом собрании доклад об употреблении и времени христианской крови? Да, успел еще ответить растерявшийся Красницкий. Председатель вновь поспешил прийти к нему на помощь, запретом продолжать допрос в этом направлении. Но дело было уже сделано. Фигура политического ренегата и предателя была дорисована окончательно. Я.С. Гурович требует внесения всей этой части допроса в протокол. В публике волнение и негодующие взгляды. Красницкий, бравируя с усмешкой на бескровных устах, уходит. Больше он в зале не появлялся. Следующим был допрошен священник Боярский, один из подписавших указанные выше заявления в правде 24 марта и впоследствии после процесса, присоединившийся к живой церкви. Этот свидетель обманул ожидания обвинителей трибунала. От него, видимо, ожидали показания, вроде данных Красницкий. Но вместо этого он представил трибуналу горячую апологию митрополита, произведшую тем большее впечатление, что свидетель – опытный оратор и популярный проповедник. Трибунал обвинителей, не ожидавший такого сюрприза, не стеснялись проявлять в разных формах свое недовольство свидетелем при постановке ему дополнительных вопросов. Но Боярский стойко держался на своей позиции. Это недовольство перешло в нескрываемую ярость, когда следующий свидетель, профессор технологического института Егоров, еще более усилил впечатление, произведенное предшествующим свидетелем. Выяснив во всех подробностях историю переговоров митрополита с Том Голом, Егоров был одним из представителей митрополита, и в конец разрушил своим правдивым рассказом все выводы по этому предмету обвинительного акта. Ожесточение обвинителей трибунала было так велико, что председатель резко оборвал свидетеля до окончания его показания, объявил совершенно неожиданно перерыв на несколько минут. Люди, искушенные в таинствах советской ястиции, предрекли, что такой перерыв не к добру и что-то готовится. Предсказания эти оправдались. Трибунал минут через десять возвратился и предоставил слово обвинителю Смирному, который заявил, что так как из показаний Егорова с ясностью вытекает, что он единомышленник и пособник митрополита, то Смирнов предъявляет к свидетелю соответствующие обвинения, ходатайствуя при общении Егорова к числу подсудимых по данному делу, и о немедленном заключении его под стражу. Хотя все и ожидали чего-то, но все-таки случившееся превзошло ожидание. Публики изумления и знаки негодования. Гурович просит слова, и, превратившись в защитника Егорова, произносит речь, смысл которой сводится к тому, что в данном случае налицо несомненная попытка со стороны обвинения терроризировать неугодных ему свидетелей, что во всем том, что сказал Егоров, нет никаких данных, которые могли бы быть обращены против него, да и сам обвинитель не указывает этих данных, настолько, по-видимому, он заранее уверен в успехе своего требования, и что согласие трибунала с предложением обвинителя будет по существу равносильное уничтожение элементарнейшего права, подсудимых защищать свидетельскими показаниями. Трибунал удалился на «совещание» и, возвратившись через несколько минут, провозгласил резолюцию об удовлетворении предложения обвинителя с тем, что о Егорове должно быть возбуждено особое дело. Егоров тут же был арестован. Таково положение свидетеля в советской юстиции. Легко себе представить, что пережили, перечувствовали, узнав об этом инциденте остальные свидетели той же группы, в особенности вызванные по почину защиты. К счастью для них, трибунал усек список свидетелей, освободив этих лиц от допроса. Вместо них потянулись нескончаемые вереницы, наряд дней, милиционеры, агенты, чеки и тому подобные, свидетельствовавшие об обстоятельствах, при которых тот или иной подсудимый, главным образом из числа уличных бунтарей, были задержаны. Обыкновенно в сложных многодневных процессах по окончании судебного следствия объявляется перерыв на день-два, чтобы дать сторонам возможность ориентироваться перед трениями в собранном ими материале и собраться с мыслями. В данном случае перерыв был тем более необходимым, что защита знакомилась впервые с делом лишь в заседаниях трибунала. Изучить заранее материалы следствия, представляющие ряд увесистых томов, не было ни возможности, ни времени. Окончание предварительного следствия, предание суду и назначение дела к разбору следовали с такой волнееносной быстротой, что защитники фактически были лишены всяких способов к заблаговременному ознакомлению с делом. Но, само собой разумеется, все эти буржуазные предрассудки. Трибунал, несмотря на протесты защиты, объявил, что через два часа будет приступлено к прениям. Слово представляется обвинителем. Вся суть поединка между обвинением и защитой заключалась в вопросе, можно ли в настоящем случае говорить о наличности контрреволюционного сообщества. При удовлетворителем ответе на этот вопрос смертный приговор для главнейших подсудимых неминуем. 62-я статья Советского уголовного кодекса. При отрицательном кары свелись бы к долгосрочному тюремному заключению. Говоря это, мы имеем в виду спор, так сказать, академический. По существу приговор, как водится, давно уже был предрешен, что было всем прекрасно известно. Вы спрашиваете, где мы усматриваем преступную организацию? Воспекнул Красиков. Да ведь она перед вами. Эта организация сама православная церковь с ее строго установленной иерархией, ее принципом подчинения низших духовных лиц высшим и с ее нескрываемыми контрреволюционными поползновениями. В течение почти трех часов Смирнов с яростью почти истерически выкрикивал какие-то отдельные слова, обрывки предложений, безграмотные, ничем не связанные. Единственное, что можно было понять, это то, что он требует 16 голов. Когда он впервые выкликнул это требование, зал огласился аплодисментами. Аплодировала, конечно, командированная публика, подкрепленная на сей случай несколькими сотнями красноармейцев, которые явились на это время со своим командным составом и заняли хоры. Жалко было несчастных стенографисток, вынужденных записывать эту кровавую билиберду. После речи последнего обвинителя начались речи защитников. Первым из защитников говорил профессор Жижи Ленко А.А., представивший в своей речи подробный анализ понятия о преступном сообществе и доказавший, что этот квалифицирующий признак совершенно отсутствует в настоящем деле. Затем слово перешло к защитнику митрополита Я.С. Гуровичу. В начале своей речи Гурович указал, что обвинение пытается переместить в центр тяжести настоящего дела в область всяких исторических, политических и иных экскурсов. Не имеющих ничего общего с процессом. Эти выпады безличные, безответственные, замаскировывают абсолютную пустоту обвинения в отношении конкретной ответственности лиц, посаженных на скамью подсудимых. Если защитник останавливается вкратце на этих экскурсах, то только потому, что даже в них допущено столько вопиющих противоречий и исторической истине, столько явных выдумок, что их нельзя не отметить. Защитник представил затем краткий анализ приведенных обвинителями историко-политических вправок о прошлой роли и значении русского православного духовенства и показал, что все они отличаются частей и в высшем случае тенденциозными преувеличениями, а в остальном явным искажением истины. Как яркий пример бесцеремонного обращения обвинителей с историей, и при том недавнее времени, Грович указал ссылку обвинения на Бейлисовский процесс, в создании которого Красиков решился обвинить русское православное духовенство. Более вопиющее измышление трудно себе даже представить. Всем известно, что русское духовенство не только не принимало участие в создании злополучного дела Бейлиса, но наоборот, лучшие ученей и его представители боролись против кровавого наветанного евреев. Тогдашняя юстиция долго металась в безнадежных поисках благоприятного эксперта среди православного духовенства. Никто из них на эту роль не шел. Пришлось удовлетвориться пресловутым католическим ксензам Пронайтисам, откопанным где-то в глубине Сибири и неподдержанным своими же единоверцами. Мало того, православное духовенство открыто боролось с антисемитской демагогией в деле Бейлиса. Из той самой Петроградской духовной академии питомцы-профессора, которые ныне сидят на скамье подсудимых, явился на киевский процесс один из виднейших ученых, профессор Троицкий. Он понес долгий, бескорыстный, самоответственный труд по разоблачению той многовековой кровавой легенды, на которой был построен процесс Бейлиса. Благодаря вносительной степени его мужественной борьбе за истину, Россия не была опозорена обвинительным приговором по делу Бейлиса. И после всего этого обвинение позволяет себе укорять русское православное духовенство в создании Бейлисовского процесса. Я счастлив сказал защитник, что в этот исторический, глубоко скорбный для русского духовенства момент, я, еврей, могу засвидетельствовать перед всем миром то чувство искренней благодарности, которое питает, я уверен в этом, весь еврейский народ к русскому православному духовенству за проявленное им в свое время отношение к делу Бейлиса. Среди обвиняемых сильное волнение. Привлеченные к делу профессора Духовной Академии и многие из обвиняемых духовных лиц не могут сдержать слезы. После некоторого перерыва защитник продолжал свою речь. Он объявил, что отныне защита строго замкнется в рамки дела, дабы не дать возможности обвинения искусственными приемами прикрыть полную фактическую необоснованность данного процесса. А характеризовать самую технику создания настоящего дела посредством чисто механического соединения отдельных производств и протоколов ни по содержанию, ни по времени событий, не имеющих ничего общего. Гро еще остановил со всеми подробностями историю возникновения дела. Он обрисовал все прошлое митрополита, указав на те черты его характера и деятельности, которые уже известны читателям. А одна из местных газет, сказал он, между прочим, выразилась о митрополите, по-видимому, желая его уязвить, что он производит впечатление обыкновенного сельского попика. В этих словах есть правда. Митрополит совсем не великолепный князь церкви, каким его усиленно желает изобразить обвинения. Он смиренный, простой, кроткий пастырь верующих душ. Но в этой его простоте и смиренности, его огромная моральная сила и его неотразимое обаяние. Пред нравственной красотой этой ясной души не могут не преклониться даже его враги. Допрос с его трибуналом у всех в памяти. Ни для кого не секрет, что в сущности в тяжелые часы этого допроса дальнейшая участь митрополита зависела от него самого. Стоило ему чуть-чуть поддать все соблазну, признать хоть немного из того, что так жаждало установить обвинение, и митрополит был бы спасен. Он не пошел на это. Спокойно, без вызова, без рисовки. Он отказался от такого спасения. Многие ли здесь присутствующих, я говорю, конечно, и о людях на него нападающих, способны на такой подвиг? Вы можете уничтожить митрополита? Но не в ваших силах отказать ему в мужестве и высоком благородстве мысли и поступках. Далее Гурович очертил деятельность Петроградского общества православных приходов, положение местного духовенства, настроение верующих масс. Особенно подробно остановился защитник на главарях живой церкви, в которых он усматривал истинных виновников и творцов настоящего дела. Он предсказывал, что советская власть рано или поздно разочаруется в этих, ныне пользующихся усиленным фавором, людях. Создаваемое имя секта не будет иметь успеха, это можно сказать, наверное. Слабость ее не только в отсутствии каких-либо корней в верующем населении, и не в неприемлемости тех или иных ей кезисов. В истории бывали примеры, что и безумные сущности идеи секты имели успех, иногда даже продолжительный. Но для этого необходимо одно условие. Секта всегда представляет в начале своего возникновения оппозицию, меньшинство, и при том гонимое большинством. Героическое сопротивление большинству, власти, насилию часто увлекает массы на сторону сектантов, бунтарей. В настоящем случае далеко не то. За живую церковь стоит очевидно для всех гражданская советская власть со всеми имеющимися в ее распоряжении скорпионами и принудительными аппаратами. Принуждение не создает и не уничтожает убеждений. Церковная революция, происшедшая с разрешения и при благоволении атеистического начальства, искренних христиан, даже экспрондирующих, привлечь не может. Народ может еще поверить богатому и властному Савлу, после того, как он, превратившись в Павла по своей охоте, променяет свое богатство и положение на рубище нищего, на тюрьму и муки гонения. Обратные превращения не только не создают популярности, но заклеймляются соответствующим образом. «Люди, ушедшие из стана погибающих в лагерь ликующих, да еще готовящие узы и смерть своим недавним братьям, кто пойдет за ними из истинно верующих?» «Нет, не сбудутся ожидания, возлагаемая советской властью на нового союзника». Обращаясь к самой постановке обвинения, защитник находил, что таковая не заслуживает серьезной критики. Формулировка обвинения была бы прямо анекдотичной, если бы за ней не вырисовывались трагические перспективы. Митрополиту меняет вину факт введения им переговоров с советской властью на предмет отмены или смягчения декретов об изъятии церковных ценностей. Но если это преступление, то подумали ли обвинители, какую они роль должны отнести при этом Петроградскому совету, по почину которого эти переговоры начались, по желанию которого продолжались и к удовольствию коего закончились? Как обстоит дело в отношении доказательств? Было бы, разумеется, совершенно нелепо говорить о доказательствах той сплошной фантастики, в которой переполнены и обвинительные акты, и речи обвинителей по поводу всемирного заговора с участием в нем митрополита и других подсудимых. Впрочем, не больше доказательств и в другой стремящейся быть конкретной части обвинения, относящейся к возбуждению будто бы митрополитом верующего населения против советской власти. В чем усматривается доказательство этого деяния? Единственное в том, что будто митрополит через близких ему лиц распространял в народе переписанные на пишущей машинке копии своих заявлений в пом-гол. Защита отрицает самый факт подобного распространения. Нет надобности говорить о том, что ни по форме, ни по содержанию означенное заявление совершенно не соответствует понятию о воззвании духовного пастыря к пастве. Но независимо от этого, против этого обвинения неумолимая действительность и логика событий. Защита представила ряд номеров советских газет, из которых видно, что еще до изъятия, а также во время такового, заявления митрополита в пом-гол неоднократно оглашались советской печатью. Следовательно, сама же советская печать способствовала тому, что десятки тысяч экземпляров заявлений митрополита проникли в народные массы. Какое же значение и цель, сравнительно с таким массовым распространением, могли иметь несколько десятков копий, сделанных на пишущей машинке? Самое большое 100-150 копий по предположению обвинения. При данных обстоятельствах предъявлять митрополиту подобное обвинение, не равносильно ли обвинению кого-либо в том, что он, желая способствовать распространению огня, уже охватившего со всех сторон огромное здание, бросил в пламя горящую спичку или с преступной целью усилить наводнение, приблизився к несущимся навстречу бурным волнам и выплеснул в них стакан воды? Все такие данные в кавычках представлены обвинителями и свидетельствуют в сущности лишь об одном, что обвинение, как таковое, не имеет под собой никакой почвы. Это ясно для всех. Но весь ужас положения заключается в том, что этому сознанию далеко не соответствует уверенности в оправдании, как должно было бы быть. Наоборот, все более и более нарастает неодолимое предчувствие, что, несмотря на фактический крах обвинения, некоторые подсудимые, в том числе митрополит, погибнут. Во мраке, окутывающем за кулисную сторону дела, явственно виднеется разверстая пропасть, в которой кем-то неумолимо подталкиваются подсудимые. Это видение мрачно и властно царит над внешними судебными формами происходящего процесса. И никого эти формы обмануть не могут. В заключении Гурович сказал приблизительно следующее. Чем кончится это дело? Что скажет когда-нибудь о нем беспристрастная история? История скажет, что весной 1922 года в Петрограде было проведено изъятие церковных ценностей, что, согласно донесениям ответственных представителей советской администрации, оно прошло, в общем, блестяще и без сколько-нибудь серьезных столкновений с верующими массами. Что скажет далее историк, установив этот неоспоримый факт? Скажет ли он, что, несмотря на это, и к негодованию всего цивилизованного мира советская власть нашла необходимым расстрелять Вениамина, митрополита Петроградского и некоторых других лиц? Это зависит от вашего приговора. Вы скажете мне, что для вас безразличные мнения современников и вердикт истории. Сказать это нетрудно, но создать в себе действительно равнодушие в этом отношении невозможно. И я хочу уповать на эту невозможность. Я не прошу и не умоляю вас ни о чем. Я знаю, что всякие просьбы, мольбы и слезы не имеют для вас значения. Знаю, что для вас в этом процессе на первом плане вопрос политический, и что принцип беспристрастия объявлен неприменимым к вашим приговорам. Выгода или невыгода для советской власти, вот какая альтернатива должна определять ваши приговоры. Если ради вящего торжества советской власти нужно устранить подсудимого, он погиб, даже независимо от объективной оценки предъявленного к нему обвинения. Да, я знаю, таков лозунг. Но решитесь ли вы его провести в жизни в этом огромном позначении деле? Решитесь ли вы признать этим самым перед лицом всего мира, что этот судебный процесс является лишь каким-то кошмарным лицедейством? Мы увидим. Вы должны стремиться соблюсти в этом процессе выгоду для советской власти. Во всяком случае, смотрите, не ошибитесь. Если митрополит погибнет за свою веру, за свою безграничную преданность верующим массам, он станет опаснее для советской власти, чем теперь. Непреложный закон исторический предостерегает вас, что на крови мучеников растет, крепнет и возвеличивается вера. Остановитесь над этим, подумайте и не творите мучеников. Само собой разумеется, что нами приведено лишь весьма краткий по необходимости отчет речи защитника. В связи с речью Гуровича нужно отметить одно обстоятельство, весьма показательное для характеристики настроение, вызванного процессом среди не только верующих, но и коммунистов. Сравнительно низших рангов, разумеется. Ввиду аплодисментов, сопровождавших кровавые референы Смирнова, защита опасалась контрманифестации со стороны настоящей, вольной публики. Поэтому еще до своих речей защитники агитировали среди публики, прося ее воздержать от всяких внешних проявлений своих чувств, в интересах как подсудимых, так и самой публики, могущей подвергнуться всяким репрессиям. Гурович счел также необходимым в своей речи предупредить еще раз публику о том же, указав, между прочим, в своем выступлении, что он просит и надеется на то, что все, и враги, и друзья его выслушают со вниманием, и главное, в должном спокойствии. Не забывайте, прибавил он, что я говорю от лица человека, который может быть обречен на смерть, а слова умирающего должны быть выслушиваемы в благоговейной тишине. Но столь долгого и насильно сдерживаемое настроение публики все-таки прорвалось, и этот момент совпал с окончанием речи Гуровича, которая была покрыта долго не смолкавшими аплодисментами. Трибунал заволновался, хотел было принять меры, но оказалось, что в аплодисментах приняли живейшее участие многочисленные коммунисты, занявшие часть зала. Столь неожиданный состав аплодировавших объясняется тем, что рядовые массовые коммунисты глубоко не сочувствовали созданию данного процесса, и, как выяснилось, впоследствии довольно откровенно выражали свое возмущение по этому поводу. Не лишено также интереса отношения трибунала к речи защитника. Следует признать, что во время речи трибунал держал себя внешне корректно. Гурович не был ни разу прерван. В общем, его объяснения в защиту митрополита заняли свыше шести часов. Очевидно было даже, что трибунал слушает защитника с полным вниманием. Чем объясняется такое отношение трибунала? Заранее ли принятым решением предоставить защитнику полную свободу объяснений? Или же неожиданностью высказанной суровой правды, которую вряд ли часто приходится слышать советским трибуналам? Судить не беремся. Публике даже казалось, что во время речи защитника трибунал иногда как будто проявлял признаки сочувственного волнения. Это не невозможно. Из живых людей все-таки очень трудно сделать совершенных манекенов, как не стараются большевики. В конце концов, члены трибунала сотворили, конечно, волю пославших их, но, быть может, не без некоторой горечи в душе. Судебные премии окончились. Очередь за последним словом подсудимых. Председатель делает распоряжение о прекращении с этого момента стенографирования процесса. Цель этого характерного распоряжения весьма понятна. Большевики не желают закрепления и распространения в населении тех речей, которые произнесут подсудимые в эти трагические минуты. «Подсудимый Василий Казанский!» – обращается председатель к митрополиту. «Вам принадлежит последнее слово!» Митрополит не спеша встает. Четко вырисовывается его высокая фигура. В зале все замерло. Вначале митрополит говорит, что из всего, что он услышал о себе на суде, на него наиболее удручающе подействовало то, что обвинитель называет его врагом народа. «Я верный сын своего народа, я люблю и всегда любил его. Я жизнь ему свою отдал, и я счастлив тем, что народ, вернее, простой народ, платил мне той же любовью. И он же поставил меня на то место, которое я занимаю в православной церкви». Это было все, что митрополит сказал о себе в своем последнем слове. Остальное довольно продолжительное время своей речи он посвятил исключительно соображениям и объяснениям в защиту некоторых подсудимых, ссылаясь на документы и иные данные, обнаружив при этом большую память, последовательность и невозмутимое спокойствие. Одно из его утверждений представлялось, как он сам это признал недоказанным. По этому поводу он заметил со свойственной ему тихой улыбкой. Думаю, что в этом отношении вы мне поверите без доказательств. Ведь я, по всей вероятности, говорю сейчас публично в последний раз в своей жизни. Человеку, что находящемуся в таком положении, принято верить на слово. Момент был воистину потрясающий и невозможный. Всем была ясна огромная нравственная мощь этого человека, который в такую минуту, забывая о себе, думает только о несчастье других и стремится им помочь. Среди наступившей за заключительными словами митрополита благоговейной тишины раздался голос председателя. Голос, в котором как будто прозвучала какая-то доселе ему необычная мягкая нота. Вы все говорили о других. Трибуналу желательно знать, что же вы скажете о самом себе. Митрополит, который уже сел, вновь приподнялся и с некоторым недоумением посмотрел на председателя, тихо, но отчетливо сказал. О себе. Что же я могу вам о себе еще сказать? Разве лишь одно. Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть. Но что бы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи к горе, возложу на себя крестное знамение, при этом митрополит широко перекрестился, и скажу. Слава тебе, Господи Боже, за все. Таково было последнее слово митрополита Вениамина. Передать настроение, охватившее публику, невозможно. Иное легче пережить, чем описать. Трибунал сделал перерыв. Затем объяснения подсудимых продолжались. Профессор на виске был очень краток. Он указал, что привлечение его к делу объясняется лишь тем, что он состоял председателем правления общества объединения православных приходов. В приписываемых же ему деяниях он совершенно не повинен. Но если советская власть и нужна в этом деле жертва, он готов без ропота встретить смерть, прося лишь о том, чтобы советская власть этим и ограничилась и пощадила остальных привлеченных. Ковшаров заявил, что он знает, какая участь его ожидает. Если он давал объяснение своей защиту, то только ради того, чтобы закрепить в общественном сознании, что он умирает невинным. Сильное впечатление произвело последнее слово архимандрита Сергия. Он нарисовал картину аскетической жизни монаха и указал на то, что отрешившись от всех переживаний и треволнений внешнего мира, отдавший себя целиком религиозному созерцанию и молитве, он одной лишь слабой физической нитью привязан к всей жизни. «Неужели же, — сказал он, — трибунал думает, — что разрывы этой последней нити может быть для меня страшен? Делайте свое дело. Я жалею вас и молюсь о вас». Объяснений остальных подсудимых особого интереса не представляли. Большинство заявило, что ничего прибавить к речам защиты не имеет. Председатель объявил, что приговор будет объявлен завтра, в среду, 5 июля, вечером. Ко времени объявления приговора заяв был почти пуст. Обыкновенной публики не пускали, зато хоры были переполнены красноармейцами. В 9 часов вечера трибунал вышел, и председатель огласил приговор. Были присуждены к расстрелянию 10 лиц. Митрополит Вениамин, Архимандрит Сергий, Новицкий, Ковшаров, епископ Венедикт, Чуков, настоятель Казанского собора и ректор Богословского института. Богоявленский, ЛК, настоятель Исаакиевского собора. М.П. Чальцов, протеерей. Н.Ф. Огнев, профессор военно-юридической академии. И.Н.А. Елачич, бывший помст-статс-секретаря Государственного совета. Остальные обвиняемые были приговорены к тюремному заключению на разные сроки, с изоляцией и без таковой. Значительная часть подсудимых, главным образом из уличной толпы, была оправдана. Хоры приветствовали приговор аплодисментами. На подсудимых их защитников и сумевших проникнуть в зал немногих лиц из публики приговор особого впечатления не произвел. Многие знали его содержание уже за много дней и были к нему подготовлены. Потянулись томительные дни. Кассационные жалобы, поездки в Москву, хлопоты, ходатайство перед циком о помиловании. Предвестником окончательного результата был омерзительный длинный пасквиль Красикова, появившийся в московских известиях, в котором этот бывший присяжный и поверенный наносил последний удар в спину беззащитным и беспомощным осужденным, доказывая, что о помиловании первых четырех приговоренных к расстрелянию не может быть и речи. Президиум ЦИКа так и постановил, заменив только последним шести подсудимым расстреляния долгосрочным тюремным заключением – епископу Венедикту, Чуку, Богоявленскому, Чельцову, Огневу и Илачичу. В понедельник, 14 августа 1922 года, лицам, явившимся в дом предварительного заключения для обычной передачи пищи митрополиту, отцу Сергию, Новицкому и Ковшарову, было объявлено, что эти заключенные потребованы и уже отправлены в Москву. Люди, знающие большевистский условный жаргон, поняли, в чем дело. В ночь с 12 на 13 августа митрополит, отец Сергий, Новицкий и Ковшаров были увезены из тюрьмы и расстреляны в нескольких верстах от Петрограда. Имеется некоторое сведение, сообщенное при обстановке, гарантирующее их достоверность, о последних минутах расстрелянных. Новицкий плакал. Его угнетала мысль о том, что он оставляет круглой сиротой свою единственную 15-летнюю дочь. Он просил передать ей на память прядь своих волос и серебряные часы. Отец Сергий громко молился – «Простим, Боже, не ведают, Боже, что творят». Ковшаров издевался над палачами. Митрополит шел на смерть спокойно, тихо шепча молитву и крестясь. Так умерли эти люди. Опасаясь возбуждения петроградских рабочих масс, вызванного приговором, большевики не решились объявить расстрел митрополита в Петрограде и распустили слух, что митрополит увезен в Москву. По другим данным, православные мученики были отвезены на станции Пороховые по Ириновской железной дороге и там расстреляны. Предварительно все были обриты и одеты в лохмоте, чтобы нельзя было узнать, что расстреливает духовенство. Население долго не хотело верить смерти митрополита. По этому поводу создавались разные легенды. Утверждали, между прочим, что большевики где-то тайно заточили митрополита. Возникновение этих слухов способствовало, между прочим, отсутствие официального сообщения о том, что приговор приведен в исполнение. Впрочем, в этих легендах, говорят и поныне держащихся, есть некая частица истины. Как почти во всех народных преданиях, физический митрополит Вениамин убит. В этом, к несчастью, нет сомнения. Но в сердце народном его светлый образ навсегда останется живым. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.